Всем привет! Сегодня мы с вами сделаем интересный оригинальный браслет с применением следующих элементов и материалов. Во-первых, нам понадобится глина. У меня это маджентовый цвет и черный. Также нам понадобятся эмали. Я выбрала следующие эмали. Это медные два цвета. Один более темный, другой более светлый. Выбрала эмаль красивого темно-вишневого цвета, кей для нанесения эмали и эмаль прозрачного цвета. В принципе, вы можете поиграться с другими цветами. Я выбрала именно такие. Также нам понадобятся малинки. Как такие малинки сделать, у меня есть видео. Я его оставлю. Ссылочку на него под этим видео. В описании к этому видео. И цветочки, такие мы делали с вами в предыдущем мастер-классе. На них я тоже оставлю ссылочку под этим видео. Малинки могут быть абсолютно любого цвета. Вы можете сделать их даже из остатков полимерной глины. Я выбрала вот такие. Поскольку у меня были уже в наличии такие, я их лепить снова не буду. Потому что мы будем для их покраски использовать как раз-таки низкотемпературные эмали. Ну и в первую очередь давайте сделаем с вами бусинки, которые будут сделаны из глины маджентового и черного цвета. Разминаем два кусочка глины и приступаем к клепке. Полимерной глины. Причем маджентового цвета взяла где-то, наверное, в три раза больше, чем черного. Теперь я их разминаю и складываю вот такими треугольничками. Треугольник черного цвета будет более плоским. Складываем и прикатываем. Сначала скалочкой и делаем пласт с переходом цвета. Можно его делать вручную, можно сделать сразу же на пастомашинке. И вот таким вот образом складываем пласты, прокатываем, снова складываем и прокатываем до тех пор, пока не получится плавный переход цвета. Вот такой приятный переход цвета у нас получился. И теперь этот пласт я скручиваю в колбаску. Вот таким образом скручиваем и начинаем ужимать. Таким образом, чтобы у нас переход цвета сохранялся. Но при этом колбаска у нас начинает вот так вот ужиматься. Вытягиваем ее и ужимаем. Так, вот что у нас получается. То есть, с одной стороны колбаска теперь встает розовой или мажентовой, с другой стороны черный и между ними переход цвета. Обязательно все ужимаем именно и растягиваем. Здесь пока что ничего катать не стоит, потому что иначе вы можете просто случайно перекрутить эти цвета и у вас переход цвета исчезнет. И будет тогда достаточно такая резкая граница. Так, растянули. Давайте разрежем. И вот что мы имеем. Есть переход цвета, достаточно четкий. И вот такие вот кусочки. Теперь мы каждую из этих колбасок нарезаем на небольшие кусочки, где-то по 5-6 мм. Каждый из кусочков мы немножечко заостряем и превращаем в такой шарик, овальчик. Теперь немного подкатываем по ладони. И со стороны розового цвета немножечко заостряем, чтобы получилась такая капелька. Со второй стороны я просто с помощью иголки наношу отверстие, в которое мы потом будем крепить фурнитуру. И у нас получается вот такая вот бусинка с переходом цвета. И такие вытянутые бусинки-капельки мы делаем из всех кусочков полимерной глины. Вот такие бусинки у нас получились, вытянутые как маленькие клубнички. И теперь нам понадобится эмаль низкотемпературная, прозрачная, то есть 3 нуля. Я беру баночку для удобства, туда насыпаю эмаль. Снимем насадку, чтобы поскорее насыпать. Так. И теперь в этом порошке мы будем купать, так сказать, наши ягодки. Прямо сюда в баночку я складываю наши ягоды, бусинки. Можно все положить. И теперь вот таким вот образом, немножечко встряхивая баночку, я покрываю все наши бусинки. Бусинки катаются и, соответственно, покрываются тонким слоем низкотемпературной эмали. Вот таким вот образом покрыла все бусинки. И теперь я их высыплю просто на листочек бумаги и в таком виде я их буду запекать. Поскольку у нас эмалевое покрытие, то запекать бусины я буду не менее 40 минут при температуре запекания, в принципе, гривен. То есть то 10, то 20 градусов. И после этого бусины наши будут готовы. Они приобретут красивый глянцевый блеск. И эмаль, которая сейчас кажется, как какой-то порошочек такой, она расплавится. И бусинки станут равномерно покрытыми глянцевыми. А теперь приступим к нашим ягодкам. К сожалению, они у меня такого оранжевого цвета. Я не хочу, чтобы они были оранжевыми. Мне нужен цвет такой красивый, либо медный, либо такой вот вишневый или винный. Поэтому я буду использовать вот такие вот эмали. Возьмем, допустим, цвет винный. Насыпаем в какую-нибудь емкость. Я в данном случае хочу использовать вот такой вот молд силиконовый. Он прекрасно потом моется. Насыпаем порошочек. Добавляем гель для нанесения низкотемпературной эмали. Чуть-чуть меньше, чем нашего порошка. И смешиваем два этих компонента. Что я хочу сказать? Потому что некоторые, возможно, захотят попробовать смешивать эмаль с водой. С водой, в принципе, можно попробовать смешать эмаль. Но проблема заключается в том, что вот эти маленькие крупинки, они в воде не растворяются. То есть, они достаточно плохо взаимодействуют с водой и будет достаточно тяжело наносить на поверхность каких-либо изделий. В отличие от геля, гель хорошо взаимодействует с эмалью. И получается у нас такая однородная масса, которой очень удобно промазывать любые, в принципе, детали. Можно также использовать гель-жидкую пластику, но гель-жидкая пластика после того, как у вас изделие запечется, она станет матовая. Поэтому, если вы тоже не хотите глянцевый эффект эмали убить, то, соответственно, тоже не стоит экспериментировать с гелью для... С гель-жидкой пластикой или гель-жидкой пластикой. И покрываем ягодки. Таким вот образом я немножко промазываю внутри, надеваю на зубочистку. И теперь уже промазываем верхнюю часть. Хорошенько заполняем все-все промежутки. Вот таким вот образом. Закрываем всю ягодку, чтобы все у нас дырочки были заполнены эмалью. И после этого ставим ягодку немножко подсушиться. То есть просто при комнатной температуре, буквально 5 минут она постоит. И вы увидите, если вдруг где-то что-то плохо прокрасилось, можно будет прокрасить еще разик. То есть я прямо вот так вот на зубочистке вставляю в губку. И вот вы видите, уже некоторые ягодки покрыты низкотемпературной эмалью, но уже медного цвета. И они уже слегка подсохли. И на них видно, что такой есть густой слой нашей эмали. При этом они не блестят уже, потому что водичка испарилась и осталась только эмаль на поверхности. И в таком виде мы отправляем их запекаться. После запекания ягодки станут красивыми, глянцевыми и очень яркими. Точно так же я покрываю все оставшиеся ягодки эмалями тех цветов, каких я захочула. Малинки запеклись, вот такие яркие и сочные они стали. И теперь осталось только сделать дырочку, в которую мы будем вставлять пин. Для этого мне понадобится вот такая вот дремель. Можно использовать ручное сверло. Я же буду воспользоваться им. И вот таким вот образом достаточно быстро у меня получается во всех ягодках отверстие. Точно так же я делаю в оставшихся. Я хочу, чтобы они у меня были присоединены так, чтобы у вершинок, то есть вот у этих ягодок, как раз находилась фурнитура. Если вы хотите где-то в другом месте, то сверлите в том месте, в котором вы хотите. Я делаю именно так. Что ж, все элементы запеклись. Вот такую интересную гамму элементов мы теперь имеем. И теперь осталось ставить фурнитуру. Во-первых, разберемся с цветочками. Обрезаем пин. Отгибаем его. И закручиваем в аккуратную маленькую петельку. И вот таким вот образом отправляем все наши цветочки. В бусинке, поскольку мы с задней стороны наносили точечку, такое отверстие небольшое, то в это отверстие как раз таки мы вкручиваем вот такие вкручивающиеся пины. Это очень удобно. И все наши пины будут сидеть очень-очень плотно в каждой бусинке, потому что игла, в которую мы наносили точечку, намного меньше, чем резьба на наших пинах. И элементы вкручиваются очень надежно и очень жестко сидят в каждой из бусинок. Вот такие вот бусинки яйцевидной формы у нас получаются с интересным переходом цвета. И на кончиках вот такой вот имеют розоватый цвет. И теперь малинки. В малинках мы с вами сделали отверстие, поэтому мы берем пин с шариком, пропускаем в то отверстие, которое мы сделали. С обратной стороны я закручиваю аккуратно колечко. И вот таким образом мы оформляем наши малинки. Берем ягодку. После того, как эмаль у вас после печки слегка остынет, она становится твердой и получается такое достаточно хорошее покрытие, которое уже не смоется и предотвратит ваше изделие от каких-либо загрязнений. И вот таким вот образом я вкручиваю пины во все малинки и вставляю пины во все оставшиеся бусины. Я разложила все элементы в той последовательности, в которую я хочу везти в браслете. Подготовила маленькие колечки, у меня диаметром 5 мм, замочек, цепочку. И на кончике я подвешу вот такой вот листочек. Но для начала разберемся с замочком и со всеми элементами. Я беру колечко, беру наш замочек, присоединяю его к кончику цепочки, хорошенько закрываю, чтобы ни в коем случае он не спал. И теперь на колечке начинаю подсоединять элементы в той последовательности, в которой я их разложила. Подсоединяем элемент и присоединяем к цепочке. Закрываем. Берем следующее колечко, присоединяем следующий элемент и подцепляем к цепочке. Далее у меня идут две бусинки, поэтому я их вместе насаживаю на одно колечко. Присоединяю в следующее звено цепочки. И таким образом двигаюсь полностью от начала до конца браслета. Присоединяю малинки, присоединяю цветочки, присоединяю бусинки в той последовательности, в которой я их разложила. И обязательно присоединяю их на колечки, для того, чтобы элементы были подвижными. Поскольку в данном случае это очень важно, поскольку у нас элементы есть достаточно крупные. И для того, чтобы все элементы не стояли колом, а немножечко двигались, чтобы браслет был такой приятный в носке и удобный при надевании, необходимо именно использовать небольшие колечки, чтобы все элементы гармонично смотрелись и сочетались. Вот что у меня получается. И продолжаю двигаться так, пока не соберу все-все элементы. Вот таким вот образом. Вот какой сочный браслет получается. Собираем оставшиеся элементы. И после этого оставляем несколько свободных звеньев. Отсоединяем часть цепочки. Закрываем звено. Плотненько, чтобы оно не распалось ни в коем случае. Берем последнее колечко. Подцепляем. В моем случае это листочек. Можно взять одну из ягодок. И вот такой вот пышненький браслетик у нас получается. Он получается очень таким, знаете, богатым, необычным, благодаря тому, что у нас использовались как раз-таки эмаль интересных цветов. Цветочки у нас с баталью. И получается вот такой вот действительно очень богатая, очень насыщенная композиция. Яркая такая, я бы сказала, металлически винная. Очень классно смотрится на ручке. Все элементы подвижные. Нигде ничего не стоит. И при этом цепочку мы не видим, когда застегиваем браслет на ручке. Потому что элементы у нас подвижные, они поднимаются и ложатся ровно по руке, так как нам это нужно. Вот такой вот богатый, пышный браслетик у нас получился. Я надеюсь, что вам данная идея понравится. Всем большое спасибо за просмотр. Еще раз скажу, все ссылочки, которые вам могут понадобиться, есть в описании к этому видео. Всем большое спасибо и пока! Субтитры подогнал «Симон»!